В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Десятки коробок с необходимыми вещами для бойцов из 42-й мотострелковой дивизии собрали в Лопатинской школе. Как приятно, что есть люди, которые готовы помочь и поддержать. В историко-культурном центре проходит выставка искусства вязания нитей тепла. Очень много всяких техник, то есть тут еще присутствует и вышивка нитей шерстяной. Хоккейный клуб Видное начал выступление в Национальной молодежной хоккейной лиге. Мы забрали свое, мы были сильнее, мы были острее, у нас было больше моментов. Десятки коробок с самыми необходимыми вещами для наших бойцов и 42-й мотострелковой дивизии собрали в пункте сбора гуманитарной помощи, организованном в Лопатинской школе. Пришлось задействовать несколько автомобилей, чтобы перевести все в основную точку приема гуманитарки, расположенную в офисе территориального отдела Видное Расторгуево. Ну а в ближайшее время все доставят непосредственно в район специальной военной операции. Наши бойцы не должны нуждаться ни в чем. В этом уверены те, кто занят на пунктах сбора гуманитарной помощи, а также все, кто вносит свой вклад в общее доброе дело. Покое письмо нам сегодня пришли с бабушкой и написали два наших юных жителя, Даниила и Иван, которые проживают у нас на школьном проезде дом 3. Они принесли небольшую передачу, посылочку, которую мы дальше пакуем и дальше отправляем уже на центральный склад, где наши коллеги из Совета депутатов заказывают транспорт и отправляют дальше в 42-ю муниципалуковую дивизию. Все упаковывается плотно, чтобы наши солдаты получили продукты питания и вещи в целости. Каждая коробка подписывается. В то время, пока идет работа в офисе территориального отдела Видная Расторгуева, в пункте сбора гумпомощи в Лопатинской школе уже собранные подписанные чеки и коробки загружаются в машины. Один из активных участников сбора, предприниматель и член общественной палаты округа Аршак Лалаян организовал представителей местного бизнеса. В такое тяжелое время откликнулись почти все предприниматели, которые активно ведут деятельность. Очень приятно собрали по нашим расшотам намного больше, можно сказать, пять раз больше, потому что кто с чем смог. У нас был список, определенное количество, и продолжаем собирать. Среди участников и организаторов сбора много единороссов. Депутат и руководители дошкольного отделения Лопатинской школы Алена Какоева объединила педагогов, учреждения и местных жителей. В результате десятки коробок самым необходимым ждут отправки в зону боевых действий. Как приятно, что есть люди, которые готовы помочь и поддержать. Спасибо вам большое. Когда груз в Расторгуево доставили из Лопатинской школы, в офисе теротдела пришлось сильно потесниться. Места становилось все меньше, а вещи несли и несли. Среди предпринимателей, откликнувшихся на участие в сборе помощи Алишер Шарипов. Его машина была забита до отказа. Вещи самые нужные. В этих коробках все, что необходимо нашим солдатам в зимнее время. Термобелье, шапки, перчатки, резиновые сапоги. Уже в самое ближайшее время все собранное будет отправлено на Донбасс. Но сбор помощи продолжается, и каждый из нас может внести свою лепту в это большое дело. Совсем скоро, 15 октября, во многих странах отметят Всемирный день борьбы с раком груди. Он призван еще раз напомнить людям о том, как важно следить за своим здоровьем. Ведь онкология, обнаруженная на ранних стадиях, не приговор. Рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди всех онкологических заболеваний. С каждым годом он только молодеет. Сейчас обнаружение его у 25-летних девушек, увы, уже никого не удивляет. Но регулярное прохождение диспансеризации и УЗИ молочных желез позволяют выявить онкологию на самых ранних стадиях. Алгоритм обследования и посещения гинеколога с 20 лет раз в год, с 30 лет осмотр гинеколога и УЗИ молочных желез раз в год, с 35 лет, если есть отягощенный семейный анамнез, УЗИ плюс маммография. А с 40 лет маммографии УЗИ раз в два года, с 50 лет уже ежегодно. В дополнение к этому врачи рекомендуют каждый месяц проводить самообследование. Делать это следует не кончиками пальцев, а подушечками. С 7 по 10 день менструального цикла ежемесячно женщина проводит самообследование сначала стоя, визуально осматривает молочные железы, осматривает кожу, осматривает состояние кожи, состояние сосков, выделения. Второй этап самообследования – это пальпация стоя, а третий этап – пальпация лёжа. Локальные образования, которые мы пальпируем как отдельное образование, оно более плотное, оно слабоподвижное, может иметь неидеальную круглую форму, бугристую. С этим, конечно, нужно обращаться к врачу. Причины развития онкологии для медиков до сих пор загадка, но есть ряд факторов, увеличивающих риски. Среди них наследственность и проведённое ЭКО. Женщина считает, если у неё началась менопауза, то всё. Гинекологу ходить не нужно, в молочных железах уже ничего не будет, а, к сожалению, нет. К гинекологу мы ходим раз в год. Молочные железы мы также осматриваем раз в год и проходим плановую маммографию, потому что все в зоне риска. Более трёх с половиной тысяч человек наблюдается сейчас у видновских онкологов. Среди них около тысячи с диагнозом рак груди. Кстати, болеют им и мужчины, так что ухо востро нужно держать и им. Ведь вовремя обнаруженная онкология уже 50% успеха. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Воспитанников детского сада «Жар-птица» посвятили в юные инспекторы дорожного движения. Это первое дошкольное образовательное учреждение, где сотрудники госавтоинспекции реализовывают проект. До этого юидовцами становились только школьники. О том, насколько ответственно ребята подошли к мероприятию, расскажет Юлия Погасьян. Доносить важную информацию в игровой форме. Вот главный принцип работы сотрудников дошкольного отделения Лопатинской средней школы. Именно поэтому сегодня здесь воспитанников старшей группы посвящали в юные инспекторы дорожного движения. Чтобы ребята умели вести себя на проезжей части и передавали свои знания сверстникам. Дети очень хорошо готовы. И самое главное, что с ранних лет они понимают, что культура поведения пешехода – это очень важно. За последние годы мы научили водителей вести себя правильно, пропускать пешеходов на пешеходном переходе и многому другому. Но от культуры поведения пешеходов тоже зависит очень много. И наша задача – снизить опасность травматизма не только среди детей, но и среди взрослых. Ведь порой именно малыши на дороге ведут себя дисциплинирование родителей. Это отмечают и сотрудники госавтоинспекции, которые посетили праздник. Воспитанников детского сада в Юидовце приняли впервые. До этого проект работал только для школьников. Это должна вестись не односторонняя работа, то есть, например, в детском саду, либо в той же самой школе. А, естественно, если идет контакт родителей образовательного учреждения, тогда, естественно, детки знают правила дорожного движения. И уже я хочу отметить, что дети, малыши уже хорошо знают правила дорожного движения и даже в каких-то случаях учат своих родителей переходить проезжую часть дороги. Прежде чем получить почетное звание юного инспектора дорожного движения, ребятам пришлось пройти немало испытаний, основной из которых был тест на знание правил поведения на проезжей части. Задачи дети справились. Когда поезжают в машину, надо стоять. А когда классная горит, не надо... Идти нельзя, да? Да. Надо приходить дорог за ручку. Со взрослыми, да, только? Да. Ну, было и то, чего ребята пока не знают. Инспекторы рассказали детям о светоотражающих элементах, которые необходимо вешать на одежду, чтобы быть хорошо заметными в темное время суток. И подарили всем новым юидовцам фликеры в виде белоков. Юлия Богосьян, Кирилл Иванов, Гасадовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре проходит выставка «Искусство вязания. Нити тепла». На экспозиции представлены работы 18 мастериц, участниц арт-студии «Абажур» и клуба «Волшебная шкатулочка». На открытии побывала наша съемочная группа. Гостей выставки «Нити тепла» встречает необычный арт-объект – дерево с птицами и цветами в разных техниках вязания. Все участницы экспозиции признаются – самостоятельно изготовленная вещь хранит любовь мастерицы, что она вложила в создание своего маленького шедевра. Мы надеемся, что этот проект очень понравится нашим жителям Видного, и, может быть, мы впоследствии расширимся и пригласим еще больше мастеров, потому что я знаю, что у нас очень многие вяжут. В основном все работы выполнены в традиционной технике вязания – крючком и спицами. Это ажурные скатерти, покрывала, салфетки, одежда, аксессуары и головные уборы. Каждый экспонат поражает посетителей разнообразием узоров и цветовых сочетаний. Очень много всяких техник. То есть тут еще присутствует и вышивка нитью шерстяной, то есть много чего, и козий пух тут присутствует. Главный объект, который у нас теперь – это наша кукла. Мы ее везде уже представляем, эту куклу. Она у нас была кукла советской эпохи. Она наряжена все-таки в форме. Сегодня мы одели на нее пальто, потому что осень на улице. Марина Крылова – мастер в технике сухого валяния. Рассказывает, что все тонкости этого вида искусства осваивала самостоятельно. На экспозиции представила броши, сувениры и игрушки. Я могу создавать для любых зверей. Иногда разные очень заказы интересные встречаются. Присылают мне, например, рисунки. Должен был случай, когда прислали детский рисунок дракона, и я по рисунку создавала объемную игрушку, то есть подарок на день рождения. Еще одна мастерица Мариша Рябова утверждает, что вязальный крючок – предельно простой инструмент, и в умелых руках с его помощью можно создавать максимально сложные узоры. На своих мастер-классах в социальных сетях Мариша обучает всех желающих необычной технике под названием фриформ. Делюсь с мастерицами вязания, как можно вплетать разные техники вязания в какое-то одно изделие. В день открытия посетители с интересом разглядывали вязанные экспонаты. Самые любопытные спрашивали о том, сколько времени заняла работа над изделием, как называется техника и сколько необходимо пряжи. Рукодельницы с удовольствием отвечали на все вопросы и давали разъяснения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Любители хоккея теперь могут регулярно следить с трибун за любимым видом спорта и переживать за свою команду. Хоккейный клуб «Видное» начал выступление в Национальной молодежной хоккейной лиге. О первом домашнем матче расскажет Дмитрий Книга. В Ледовом дворце Арктика состоялся первый домашний матч хоккейного клуба «Видное» в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги. В гости к нашей команде приехал «Металлург» из Вологодской области. «Видновский клуб» впервые собрался вместе в апреле этого года. Несколько месяцев тренерский штаб наигрывал состав и готовил ребят к соревнованиям. Были товарищеские домашние матчи, но это все равно не только, так сказать. Потому что были пробы составов, рассматривали различные кандидатуры в команду. А сейчас, да, первая официальная домашняя игра. На протяжении всего матча шла упорная борьба. Видновчане выходили вперед, но соперникам удавалось отыгрываться. Игра с большим количеством заброшенных шайб, несомненно, понравилась зрителям. Среди них были и персональные болельщики, родные и близкие хоккеистов. Ребята все молодцы. И мне вообще очень понравилось, как они вовремя собрались. Они поставили перед собой цель, они ее добивались каждый раз. Это очень круто в плане того, что они добиваются цели 100%, и дальше их ждут только победы. Победить нашим ребятам удалось и в этой игре. За последние несколько минут матча они собрались и при равном счете 4-4 забросили три шайбы, тем самым зафиксировав финальный результат. 7-4 в пользу ХК «Видное». Мы забрали свое, мы были сильнее, мы были острее, у нас было больше моментов. И состав у нас поболее взрослый, тоже сказалось, где-то уверенность, где-то психология. Все-таки ребята молодые. Я сам в таком возрасте, голова горячая. Но мы просто взяли свое, что должны были взять. Несмотря на то, что первый официальный домашний матч накладывал дополнительную ответственность, с волнением битновские хоккеисты справились. Была небольшая нервозность поначалу игры, потом за счет поддержки трибуны справились с этой нервозностью, и все стало намного проще. Конечно, нельзя было ударить в игре с лицом, но прям так, чтобы сильно тряслись, не было такого небольшого мандража. А в целом все ребята готовы, все уверены, все делали достойную матч. Следующие домашние матчи ХК «Видное» проведет с командой «Полет» из Рыбинска 13 и 14 октября. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева, а я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин